МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Мы говорим на темы, которые волнуют каждого жителя Самары. Столкнулись с беззаконием, произволом и цинизмом в сфере ЖКХ? Мы научим, поможем и объясним. Включайтесь в эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Мы поднимаем самые острые темы и оказываем реальную помощь. «Совет моего дома» решит проблемы вашего. Мы собираем вопросы жителей в социальных сетях. И вот один из самых популярных. Что делать, если управляющая компания не выполняет условия договора и не хочет взаимодействовать с собственниками? Первое, что необходимо сделать в любом случае, когда у вас некачественная коммунальная или жилищная услуга, когда у вас возникли проблемы в доме, первый звонок, который вы должны сделать, это звонок в управляющую компанию. В случае, если вы обратились в управляющую компанию по какому-то факту и не получили ответа, то ваши следующие действия – обращение в Государственную жилищную инспекцию с жалобой. Значит, в этой жалобе вы конкретно должны написать, какое нарушение делала управляющая компания, какие работы она не выполняла, что она нарушила. Почему? Потому что если вы напишите в целом, что управляющая компания плохо работает, то Государственная жилищная инспекция не имеет права начинать проверку деятельности управляющей компании, потому что нет конкретного факта нарушения. И дальше уже Государственная жилищная инспекция принимает решение, что сделать, провести проверку, предостережение высказать управляющей компании для того, чтобы исправить то, на что жалуется собственник. В фокусе нашего внимания – ваш комфорт. Мы готовы рассмотреть любые проблемные коммунальные вопросы, поможем найти пути их решения. Один из таких примеров – двор по Волжскому проспекту 39А. Как проблема благоустройства решилась там, расскажем в нашем сюжете. Заменили бордюры, расширили проезжую часть, выполнили работы по водоотведению. В этом году двор по Волжскому проспекту 39А благоустроили в рамках госпрограммы по развитию транспортной системы Самарской области. После окончания работ газон потребовал обновления. Обращение инициативной группы зафиксировал муниципальный центр, и проблему удалось решить. Здесь были плиты, дети об них спотыкались. Здесь были вырытые ямы. Приехали, все разровняли. В принципе, теперь красиво, хорошо. Приятно посмотреть. Елена Арчибасова переехала в дом 39А по Волжскому проспекту 3 года назад. С тех пор судьба двора, в котором она живет, ей не безразлична. Территория постоянно преображается. В прошлом году активная группа приняла участие в губернаторском проекте содействия. Мы совместно согласовали это все с ресурсно-снабжающими организациями, подали одновременно заявку, реализовали данный проект, устроили здесь праздник, открыли этот двор. Место стало притяжением жителей многих домов, потому что не в каждом дворе есть такие детские площадки. Двор по Волжскому проспекту не единственный в Ленинском районе, который благоустроили. Еще на 18 объектах появилось новое асфальтовое покрытие и дорожки. Очень много вопросов от жителей города поступает по поводу уборки территории от мусора в муниципальный центр управления Самары. Например, в промышленном районе на улице Земица образовалась несанкционированная свалка. Пути решения проблемы смотрите в нашем следующем сюжете. По словам местных жителей, незаконные постройки стояли здесь не один десяток лет. За это время на территории скопилось большое количество ненужных вещей. Елена Шабанова, управляющая микрорайоном с 2020 года, рассказывает, на запрос жильцов помочь с вывозом мусора в районной администрации отреагировали оперативно. Это моя территория, моя зона ответственности. И я, и в том числе, и в администрации промышленного района, и в БМП, мы реагируем на разного рода обращения. Это может быть письменное обращение, телефонный звонок, могут прийти на прием жители. В данном конкретном случае это было обращение через соцсети. Как отмечают в администрации промышленного района, такой способ коммуникации с жителями применяют давно. Кроме того, в каждом доме организован совет и избран председатель, который информирует чиновников о возможных проблемах. Администрация отреагировала силами подрядной организации, с которой заключен муниципальный контракт по содержанию территории. Была произведена очистка территории от бытового и крупногабаритного мусора. Для расчистки территории подрядная организация использовала трактор-погрузчик и два самосвала. Свалку ликвидировали в считанные часы. Это лишь два примера разрешения проблемных коммунальных вопросов, поступающих от жителей города. В копилке телеканала «Самара ГИС» еще очень много тем, которые приходят от самарцев через группу ВКонтакте. Мы расскажем обо всем подробно в следующих выпусках программы. И вместе с экспертами ЖКХ решим проблему и расставим правильно знаки припинания в предложении «Решить нельзя оставить». Смотрите эксклюзивную программу на телеканале «Самара ГИС». И помните, совет моего дома поможет решить проблемы вашего. С вами была Мэри Елчан. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова